Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время русского мира». В студии работает Любовь Курьянова. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас в этом выпуске. 16-й международный кинофестиваль «Русское зарубежье» познакомил зрителей с культурным наследием страны. Помощь животным мобилизованных. Общественное движение выручает россиян и их питомцев. В Москве прошел международный форум, посвященный борьбе с дезинформацией и фальсификацией истории. А теперь подробнее об этих и других новостях. СМИ и цифровые технологии перед вызовом информационного и исторического фальсификата. Под таким названием собрал ведущих экспертов в области медиа, политики и дипломатии Международный форум накануне в Москве. Как отличить фейковые новости и не подвергнуться дезинформации, разбирала съемочная группа «Русского мира». Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уже во второй раз провел международный форум, посвященный трансформации современной информационной и исторической среды под влиянием дезинформации и намеренных фальсификаций. Ведущие эксперты в области медиа, политики, дипломатии, истории и цифровых технологий подняли вопрос совместного поиска решений проблемы, искажения исторической реальности. Тема поднята сегодня очень важная. Фальсификация истории, в том числе военной истории, идет бурным таким, бурным развитием. И важны вопросы, связанные с глубокой историей. О Первой мировой войне сегодня говорили, Вторая мировая война, современные события, связанные не только с Украиной. Это и американские агрессии были в Ираке, в Сирии, в Афганистане и прочее, прочее. Это все взаимосвязано. Мир, к сожалению, за последние 20-30 лет поменялся. Идет перекраивание вот этой истории Второй мировой войны, которой я занимаюсь. И более того, началось такое официальное закрепление даты, абсолютно неправильной даты, 1 сентября 1939 года, как начало Второй мировой войны. В современном информационном пространстве попытки фальсификации истории и случаи откровенного искажения исторической правды стали инструментами информационной войны. Подобные манипулятивные практики ставят под угрозу международные отношения и даже государственный суверенитет. Для сохранения исторической правды и национального единства необходимы общие подходы к ведению информационной и научно-просветительской деятельности. Я считаю, что нам, как студентам, крайне важно сейчас прислушиваться к мнению экспертов, поскольку именно за нами стоит Россия и за нами строительство, сотрудничество и развитие Российской Федерации. И, соответственно, нам крайне важно услышать, в какой сфере нужны сейчас работники, в какой сфере нам развиваться, какую сферу нам сейчас поддерживать, какие проекты нужны нашей стране для того, чтобы поддерживать ее на мировом уровне, на мировой арене. Армен Аганисян, главный редактор журнала «Международная жизнь», председатель Оргкомитета форума, подчеркнул, что переписывание истории – это деструктивное и опасное явление, как для существования отдельно взятых этносов, так и для основ государственности. Фальсификация исторических фактов влечет за собой страшные последствия и преступления, связанные, например, с реабилитацией нацизма. По его словам, вмешательства в историческую реальность дискредитируют подвиги наших предков и навязывают чуждые, губительные ценности целым народам. Несколько поправок было внесено в закон о СМИ. К чему это приводит? Мы работаем уже в правовом поле, и те пару кафе, которые открыто собирали деньги на финансирование противника, то есть кафе «Латратория», «Андердок», они не только были закрыты, их сайты были блокированы, но это все было произведено в правовом поле в соответствии с УК-275-276. На полях форума была представлена выставка «Свидетельство преступлений украинских неонацистов и их пособников». Авторами проекта стали Общественная палата России и Фонд исследования проблем демократии. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». В Москве в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоялся международный кинофестиваль, приуроченный к столетию окончания гражданской войны в России. Вниманию зрителей было представлено свыше 50 кинолент от кинематографистов из 15 стран мира. Подробнее в следующем сюжете. Россия, Италия, Германия, Нидерланды, Эстония, ЮАР – художественные и документальные картины кинематографистов из этих и других стран вошли в фестивальную афишу 16 кинофестиваля «Русское зарубежье». В рамках масштабного кинофорума отметили юбилейные даты деятелей отечественной культуры. В их числе Сергей Дягилев, Надежда Теффи, Игорь Стравинский и Андрей Тарковский. Фильмом «Открытие» стала документальная лента «Голубоглазый японец». История русского эмигранта, перебравшегося в Японию и ставшего там национальным героем. Среди документальных кинолент на фестивале был представлен и фильм Николая Васильева, посвященный 20-летию канонизации священномученика Иоанна Рижского, Православной Церковью и столетию Латвийской Православной Церкви. Наш фильм – это человек эпохи, человек уникальным, который жил на переломе эпохи, и он новомученик, то есть пострадавший. Но его судьба была абсолютно уникальна тем, что священномученик Иоанн стал символом объединения, примирения не только между разными частями церкви, но и между народами. Он создал вот эту уникальную формулу любви между русскими и латышами на основе веры. В составе жюри были деятели кинематографа из разных стран. Режиссер и общественные деятели Швеции Тамара Сушко, кинорежиссер, вице-председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников Сильвана Ермолюк из Аргентины, журналист Лариса Глед из США, а также актер и режиссер из Белоруссии Виктор Васильев. Ежегодно фестиваль рассказывает зрителям о неизвестных страницах жизни России и направлен на объединение русского мира. Меня когда пригласили на кинофестиваль, я хотел сказать, что я себя за рубежем не считаю. Никогда, когда я бываю в России, когда у меня друзья приезжают в Армению, у меня вот нет, я остался, у меня чехол есть еще папин, на котором паспорт СССР. Вот, наверное, как и много моих друзей творческих, вот эта граница пока что, нет, наверное, у молодых есть вот эта граница, да, Россия, Армения. У меня нет вот этой границы, я считаю, что я себя ее знал, можно сказать, равноправным гражданинам. Фестиваль, по словам его президента, кинорежиссера Сергея Зайцева, имеет важное значение в непростое для нашей страны время, когда Россия вынуждена защищать свои геополитические интересы, противостоять широкомасштабным информационным атакам, давать отпор изощренной лжи. Он подчеркнул, что нужно снимать и показывать кино, рассказывающее правду о нашем народе, о людях, которые в тяжелые для Родины годы вставали на защиту ее государственности и национальных интересов. «Отдам собаку» – получил повестку военкомат. Знакомого мобилизовали, у него нет родственников, некому оставить кошку. Сотни подобных сообщений в свой телеграм-канал вот уже полтора месяца получают волонтеры общественного движения «Помощь животным мобилизованных». О доброте и неравнодушии наш следующий материал. Если вам некому оставить своего питомца в связи с мобилизацией, то будьте уверены, телеграм-канал «Помощь животным мобилизованных» постарается найти вашему питомцу хорошего опекуна. Активисты движения показали нашей редакции целые полотна переписок и обращений, гугл-таблицы, процесс обработки заявок и курирования по пристройству домашних животных. Движение наше возникло достаточно стихийно. На развлекательном сайте Пикабу 23 сентября, насколько я помню, 21 объявили мобилизацию, 23 числа начали возникать посты от людей, которым не на кого было оставить свое домашнее животное в случае мобилизации. И, соответственно, пользователи сайта начали откликаться с желанием принять этих питомцев на передержку, на временную. И, соответственно, начали образовываться какие-то стихийные чаты, телеграм. В один из таких чатов я вступил, у нас там было порядка 100 человек. Постепенно появилась группа активистов из 10 человек. Ну и, соответственно, мы создали свой канал. Я технически это все настроил, реализовал, я сам айтишник по профессии. И постепенно начали рассказывать о нашем канале. На сегодняшний момент в телеграм-канал общественного движения поступило свыше 10 тысяч обращений, которые успешно обрабатывает команда из 10 человек. Среди них администратор, куратор сообщества Екатерина Селихова. В телеграм-канале нашего сообщества почти 10 тысяч активных неравнодушных волонтеров. Это активные граждане со всех уголков страны, которые пытаются помочь животным и людям в нынешней ситуации. Из открытых заявок категории «Отдам» – это хозяева, которым нужна помощь порядка 160 объявлений. Из них закрыто 113. Закрыто в значении «Животные нашли временную или бестоянную передержку у волонтеров наших». Участники движения в процессе работы встречаются и с абсолютно случайными запросами. Многие пытаются пристроить бездомных и выброшенных животных, либо получить финансирование на содержание питомцев. Волонтеры подходят к каждой ситуации индивидуально и даже делают исключение. Однако в первую очередь, конечно же, обращают внимание на просьбы мобилизованных, стараясь объединить две группы лиц – тех, кто хочет передать питомца и тех, кто готов его принять. Ольгу ситуация как-то очень эмоционально задела, и вот спустя час, повторюсь, после публикации, она принимает волевое решение из Москвы в Челябинск лететь за котом, потому что надо, потому что ее код откликнулась, заклокотала, хочет этого кота. Поскольку мы говорим о перелете, то это ветпаспорт, это необходимость прививок, стерилизация и прочее, прочее, прочее. Сегодня, где-то около часа назад, Ольга вылетела в Челябинск за котом. Ждем все прекрасных фотоотчетов и видео равно. Свидетельство о соединении кота и Ольги. Благодаря общественному движению «Помощь животным мобилизованных» дом нашли уже более ста питомцев. Среди них встречаются и крупные собаки – доберманы, алабаи, немецкие овчарки. Заявки меняют свой характер, но продолжают приходить каждый день. К волонтерам обращаются друзья и родственники мобилизованных. Они признаются, что оказались не готовы к новым домочадцам. Иногда участникам движения приходится обращаться за квалифицированной помощью к опытным кинологам, чтобы решить ситуации с поведением животных. Ведь для них это тоже стресс. В планах организаторов общественного движения и в дальнейшем продолжат свою деятельность в том или ином формате, в том числе по работе с бездомными животными. Мы взяли на себя эту ношу, и мы будем ее нести, поэтому пока, скажем так, наша помощь нужна, востребована, мы будем работать. Альбика Ильясова специально для телерадиокомпании «Русский мир». Музыкальное сердце театра под таким названием с 18 по 28 ноября проходит фестиваль в Екатеринбурге. Главное событие в сфере отечественного музыкального театра объединило рок-оперы, саунд-драмы, мюзиклы и другие театральные проекты, обращенные к самой широкой аудитории. Музыкальное сердце театра – это первый и пока единственный в стране театральный проект, в центре внимания которого исключительно музыкально-драматические спектакли, опереты, музыкальные комедии, оперы-драмы, мюзиклы, лайт-оперы. В этом году в шорт-лист вошли 12 спектаклей из Тюмени, Екатеринбурга, Кемерово, Орла, Санкт-Петербурга и Москвы. Фестиваль во второй раз проводится за пределами столичного региона. В прошлом году это был Новосибирск. Такой прекрасный фестиваль, такого российского масштаба, федерального масштаба, наконец-то проходит у нас в провинции. И дай бог, чтобы это дальше продолжалось, для того, чтобы все видели, что не только в Москве и не только в пределах Садового кольца или МКАДа происходят великие события. Пожелание директора Первого русского профессионального театра, основанного в Ярославле в 1750 году, исполнено. Национальный фестиваль под управлением композитора, народного артиста России Максима Дунаевского, пройдет при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Свердловской области в городе Екатеринбурге. По итогам голосования будут награждены создатели лучшей пьесы, текста песни, музыки, оркестровки, сценографии, костюмов, лучшие исполнители и постановщики музыкального театра. Как и в прошлом году, будут вручены и специальные премии. Гран-премия за выдающиеся творческие достижения, за партнерство и премия зрительских симпатий. Хочется поблагодарить в первую очередь за то, что фестиваль в Сибири, в центре страны, он позволяет ощущать, как велика и могуча сегодня Россия. И да, действительно, сердце, оно ведь вот где-то в серединке. Пусть оно бьется активно, пусть оно живет, пусть оно дышит. И это чудо делают люди, которые выходят на сцену. В этом году организаторами подготовлен спецпроект «Показы спектаклей с участием юных актеров». Основной площадкой для просветительских и официальных мероприятий в Екатеринбурге станет самая большая в стране детская филармония. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим материалам с места событий. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова